Пауза в этом действии, то это будет оценка. Ну и судьи должны тоже, опять-таки, выжидать эту паузу и смотреть, что будет делать тот, кто находится сверху и снизу, да, то есть это и туда, и туда. По поводу приземления это продолжимое действие, мы считаем? Ну вот рекомендации здесь я просто смотрю, да, то есть это оценка, то есть так случается. Симон Гомбард, когда у тебя вставал, взять заново его белого, было бы наказание или нет? Да, я думаю, что было бы наказание, почему? Потому что она стала самостоятельной. Да, это было бы наказание. То есть была бы оценка и наказание, например, да, если выбросок можно оценить, можно, опять-таки, наказать ее за то, что он убежал. Ну, возможно, здесь так и есть, потому что мы сейчас не знаем, что было дальше, да, то есть мы разбираем конкретный эпизод перехода из партера в стойку, да, в этой ситуации самостоятельно встала, сама себя наказала. То есть или оставаясь в партере, ну или уж выбирать какой-то иной. Арбитр в любом случае может дать мотэ только в случае, если ничего не происходит. То есть если мы вот считаем, там, раз, два, три, четыре, во-первых, участник, который сверху ему не обязан атаковать стойкой, может перейти в партер, но если он ничего не делает, тогда, конечно, будет какая-то мотэ. Но это, опять-таки, временной фактор должен какой-то пройти. Да. Так, следующая ситуация. Опять-таки, не было партера, да, не было касания двух локтей, и, да, участница в белом, вот как бы, потеряла победу. Еще раз смотрим. Подвернулась. Там просто не дистанет, видно, что вторая ракия Нимова. И синяя польза этой ситуации при него просит. Не терять эти ситуации, да, они сейчас часто возникают. И вот здесь как раз таки тот факт, что когда участник условной руки отпускает руки, уходит вниз, защищаясь, он, опять-таки, может упасть. Еще больше, потому что он не может контролировать действие соперника, да. То есть, если это не локти, но при этом ты стремишься вниз, то не только отпустив захват. Отпустив захват, тебя могут атаковать. Нюансы, как будто. Трениров готовить в этих ситуациях. Так, что еще? Еще одну ситуацию отсюда. Такой раздел. Ну, это как раз то, что хорошо сделал арбитр. Не дал команды матэ, подождал, дал участников подготовить. Это не было большой задержки, соответственно оценка. Да. Не такая большая пауза, чтобы давать отмотать. С другой камеры. Частник белым ушел, пытался защищаться. Локтей не было. Локтей не было. Захват отпустил. Захват отпустил. Опять-таки защищаться опять-таки нечем. Оценка. Оценка. Следующий раздел. Это у нас удержание есть и удержание нет. Здесь суть в том, сейчас покажу. видели 9 секунд что это арбитр очень показывает на 9 секунд здесь какой нюанс что она поздно открыл арбитра поздно открыл удержание как это показано правильно но опять-таки открыто на секунду на 2 позже и это как бы позволяет говорить о том что удержание 10 секунд состоялось поэтому здесь такая рекомендация что арбитр поздно открою уважение жить там давно еще не горит то есть прошло 1 2 секунды вот так поначалу смотрим 320 удержание практически есть 19 18 только на 17 секунд из 3 секунды как раз то секунды и 2 секунды которые это было потом не хватило эти 9 секунд но удержание будет засчитано потому что чуть-чуть позже на 2 секунды как раз они решателем решающими так следующая ситуация удержание не понимаете открыт удержание неправильно изначально и положение должно быть нас вот только сейчас 10 секунд знаете ты целая базаре да здесь потому что чем арбитр как бы находится лучше позиции но раньше для того чтобы открыть удержание участник должен быть на спине изначально первое положение потом если бы она лежала так на вокруг уходя этого продолжение удержание оставалось но изначально первое начальное положение должно было быть касание для лопатки контроль сверху здесь этого не было до 10 секунд здесь нет удержания в этом моменте удержание еще нет но сейчас сейчас он для начинает показывать аналогичная ситуация даже не спрашиваю участница не касается спиной да ни боком ничем да сейчас другой камерой от этой ситуации смотрите за действиями арбитра в том числе сейчас хорошо видно позиции выбрана правильно вот и ничего не происходит да понимаете то есть белая не может даже фактически перевернуть ну или не делает это да да достаточно время больше 5 секунд 7 они стояли восемь оценки пояса то есть удержание нет был вопрос был вот по прошлой ситуации арбитра зажигает свеклами боковые могут вмешиваться на этот момент мне обязаны вмешивать а какие дальше действия то есть мы говорим в наушке если сбоку сидим говорим в наушке что а свеклами нет и арбитр должен дать такета должен дать такета то есть а свеклами потом такета будет последним и дальше ждать уже их двух лопаток правильно да следующая ситуация очень схожие да здесь в чем суть да то есть как мы знаем в правилах вот смотрим да захват головы только руками и только ногами запрещен да соответственно если участник такое делает арбитр должен невидно дать моте как мы видим правильное произошло да моментально моте такой ситуации если руками или ногами должна быть всегда захвачена рука с головой все понятно повторить надо или все видно очевидно хорошо так следующее играет и вот у и с у и В этой ситуации удержания нет. Контроль должен быть сверху. Она находится практически под ней. Людмила – сбоку. То есть нужно развернуться. Нет поворота белой, соответственно, употребление быть не может в этой ситуации. Это не удержание. А если бы она даже развернулась, но нога лежала бы под лопатками, это всё равно бы не было? Нет, дело не в этом. Если бы она развернулась, то она лежит под шеей. Здесь нога лежит под шеей, да? И спиной она касается. Спина, самая большая часть, она же не касается только лопатками, но у неё остальная часть самая будет контролироваться. Так что если она развернётся, то она срочает. А когда она развернётся, то она срочает? Ну, конечно, это она сдалась, скорее всего, до душающего, да? Нет, тогда она срочает? Там и дальше она уже, когда разворачивалась. Почему у душающего в том числе и произошло? Пока она лежала на боку, ей не было задушить. Даже было. Потому что в этот жёсткий контроль, руки с головой, здесь как раз нужно было развернуться. Так. В следующей ситуации у нас будут с татами за татами. Может они слишком простые вам покажутся. Я надеюсь, вам понятно, что здесь происходит. Действие начатое на татами имеет право быть продолжено и за татами. Неважно, это стоит или парков. В данной ситуации начался переворот на татами и закончился уже за татами удержание, но и тем, что участник сдался. То есть, если это начато, оно продолжит. Но именно то же самое действие. Тогда это уже будет другое действие, это будет уже другая ситуация. Следующее. Дальше можно урок за татами мотэ, а у вас теперь мотэ нет? В данной ситуации нет мотэ, потому что участник в белом начался на это действие и продолжил. Нет, даже не мотэр на ситуацию вообще. Ну, это было очень давно, наверное. Уже теперь можно сказать, что это. Уже сейчас мы с татами вообще мотэ не давали. А люди с татами просто литировали, водили. А у меня уже 12-7. Здесь все начато было на татами. Здесь все развивается. И главное, что это то же самое действие. Следующее. Ну, даже вопросы сейчас не задаем, потому что понятно, что действие начато было с татами. Это продолжено. Все, что они упали с татами, не имеет значения оценка. Сейчас мы ногу вытаскиваем. Арбитер мотэ даст действие? Я не могу говорить, что будет дальше. Я не знаю. Просто по правилам вот это я даю действие, что хочется. Может, они идут? Угу. 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 Уганка. Оиться с оп íсё. Угу. 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 70 дать еще у женщин искали сидеть потому что участники боролись на краю арбитер с боками должны были перетащить на центр что женщины сделать не могут поэтому и не допускали там арбитера то 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 есть действие какого-то просто не происходит текущего дождать модель дать закончится эта ситуация то есть мы в первую очередь должны его обеспечить воздействие там удержание открыто ты же не можешь оставить держание перетащить нельзя возвращать поднимать нельзя соответственно нужно договориться с тем подавить но они что же видят и поэтому скорее всего из был бы два удержания такие страны в ситуации которые в жизни не происходит будет предполагать что они не произойдут а сейчас она мама дается ночью в том числе для того чтобы дать наказание исключительных случаях когда участие но это рекомендации не давать показания останавливая бывает а профиль еще что-то такие ситуации убедиться что в сознании а вопрос один отталкивает другого время удержания в лицо что мы делаем мы должны дать ему наказание шедо и так ясно показать ему что он идет в принципе нежелательно говорится на маму здесь это маленькие дети можно сказать словами на руками вы трогать не имеем права вот поэтому если он не убирает тогда только сону мамы уже каким-то образом объясните может вы должен убрать лицо сколько мы примерно ждем пока пока мы ждем 10 секунд это будет вазаре после второй вазаре все закончится пускай потерпим такие варианты что лучше потерпеть хотя дарит не в глаза же в конце концов а если будет в глаза это будет консоку макет то уже не важно и сам 3 шида 3 шида ты показываешь бхв ну они согласны поднимаешь вот тогда проще держать держание читать дарит не забывай так не разберем какая ситуация была так следующее Кто считает, что был бросок с татами? Кто считает, что за татами? Что-то как-то вас мало голосует. Кто считает, что броска не было вообще? Если атакующий выходит одной ногой, что он имеет право делать? Или бросать, или вернуться обратно. Если он выходит двумя ногами не после атаки соперника самостоятельно. Это что? Шидо. В данной ситуации, давайте еще раз смотрим, вот они находятся. Атаки синий нет. Белая. Двумя ноги самостоятельно выходит. Две ноги за татами видим? И мы не считаем это начало броска. То, что первое действие, оно просто вышло, это самостоятельно свободный выход. Она выходит и после этого только атакует. Соответственно, в данной ситуации это скорее шидо белый, чем оценка. «Старад». Свободный выход, я бы сказал. Следующая ситуация. «Старадыч». Кто считает, что с татами? Кто считает, что за татами? Кто ничего не видел, я так скажу? Действия в данной ситуации, значит, а с татами, значит, прям видно по частям. Ставит, 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 и одновременно высекает. Успела, носком зацепилась, но тем не менее, это оценка, вот здесь даже в Азаре, потому что два локтя. Да? В Азаре вас это поможет. Так, ещё одна ситуация, когда больше даже для судей. В данном случае, арбитр дал рану мотеру, можно сказать. Действие не закончилось, он имеет право крутиться, вертеться. Пока он делает в реальности попытку болевого или удушающего, или удержания, она должна продолжаться, слишком рану мотеру. В этой ситуации слишком рану мотеру. Как раз тогда переходим к разделу, мотер данной вовремя или не вовремя. В данном случае оценка команды мотер дана в момент атаки практически. То есть не было расположения партера или не было остановки, которая позволяла бы давать. Обе находились стойки по текущим правилам. Команда мотер слишком рану. Еще раз смотрим. Не спешите. А то даже несмотря на то, что судья дал мотер, все равно комиссия потом даст, да, оценка? Ну вот в этой, да, ситуации, да, оценка будет дана. Потому что команда мотер не повлияла на бросок, бросок был начать раньше. Но это в этой ситуации, не всегда такое. Следующая ситуация. Это как раз ситуация, когда мотер нужно было давать раньше, потому что фактически ничего не может сделать, ни одна, ни другая. Мотер. Очень плотный захват в синий. Мотер секунд на 10-15 раньше. Следующая ситуация. Ну, тоже слишком рану мотер. То есть когда участник, это вопрос как раз-таки к суде. Пока двое участников находятся в хорошем захвате, не нужно их останавливать. Да. Нет защиты никакой, нет блокировки. Пока они борются. Ну, это мы видим в моменте. Если это было бы очень долго, наверное, надо подать. Но опять-таки надо чувствовать, чтобы как пытается увидеть. Мы видим ситуацию в моменте, как она находилась. Вот он. Так. Следующая ситуация. Так. Следующая ситуация. А вот здесь, да, здесь все нам показали. Да. Здесь. Здесь чуть-чуть надо. Здесь вопрос захвата. Да. За поезд. Белый. А нет поезд. Правой рукой за кивану держит. Нет, нет. А левый рукой за кивану держит. Да. Да. И это длится почти 5 секунд. То есть в данном случае мотер на борту раньше должно быть. Да. Мотер раньше и наказание должно было быть сюда. Вот. То есть сейчас это 3 секунды, а не 3-5. Это 3-5 не было. Немедленно. Во-первых, все неклассические захваты немедленно. Немедленно. То есть это точно не 3-5. Это раз, два, три максимум. Всё. Должно начать. Если вот обидел уже от 600. Как-то без ситуации. Как тогда быть? Нужно лишь шедо дать и оптиноцелить? Нет. Лишь шедо уже поздно. В 6 секунд осталось. Да. Вазарь, поскольку бросал синий, это был у Вазаря Васатый фонт. Или там я не понял. Вазарь от чего появился. Честно говоря, может не появился у другого. Было Вазарь. Тут вообще ни на что не влияет. В данном случае. Да. Но только сам факт, что... Ну, уже... Нет. По словам, получается, просто нарушил вискле. Если кто-то бросил. Получается, что нужно оценить как шедо, а не... Нет. Мы бросал всегда... Пользу броска. Пользу атакующего. Тигран. Пользу атакующего. То есть, как бы оценка за счет ошибки арминия. Получается. Потому что арминия раньше не должно остаться. Правильно? Тигран, давай так не будем расценивать. Почему? Потому что в данном случае это в пользу кого? Атакующего. Да. То есть, Шидовы не спасло, а оценка гораздо лучше. Ну, так получилось. Вообще, арбитр должен быстрее реагировать. Евгений Анатольевич, а в этой ситуации арбитр видит, что может бросить тот, кто не держит боя. Что у него более выгодный захват. Он может подождать тогда, пока тот бросит? В данной ситуации здесь, наоборот, ситуация в том, что не надо идти на поводу ошибки. В данном случае арбитр делает ошибки. Не наказав того, кто держит за поезд. А если у того атаку? У кого победят за поезд? Ну, не важно. Не было атаки в моменте. Первые 3-5 секунд не было атаки. Всё. Мы должны были это остановить раньше. Потому что в другой ситуации ты так же будешь. У тебя старт встречится. Почему ты здесь на 3 секунды дал? Ну, в общем, даже. То есть, если есть наказание, это должно быть в моменте. Следующее действие – это… Свободный выход. Свободный выход или выталкивание? Не знаю. Или выталкивание. Или что-то иное. Что-то иное. Кто считает, что есть выталкивание? Кто считает, что есть выталкивание? Кто считает, что рано мотэ? Кто ничего не считает? Нет. Опять-таки, то, что мы сказали по поводу свободного выхода. Да? Должно быть две ноги. Или одна нога там должна стоять. В данной ситуации арбитр слишком вранал мотэ. Была всего лишь одна нога, и он вернулся. Да? То есть, в этой ситуации просто мотэ не должно было быть. Да. То, что он там не вышел, был же наталкивать? Нет. У меня сейчас не было. Нет. Скорее всего ничего такого не было. Выталкивание – это все-таки действие выталкивания. Здесь ничего. Нет. Все-таки выталкивание будет. Есть ли выталкивание или нет? Вот мы сейчас смотрим, разбираем с вами ситуацию. Кто считает, что здесь выталкивание? Кто считает, что свободный выход? Мы смотрим в другой камере. Да. Спасибо.